добрый день дорогие друзья дорогие наши подписчики добрый день всем кто нас смотрит с вас приветствует и солнечная лани из района кестель компания арбат комс и я татьяна пикер всем желаю счастья успеха побольше смелости удачи и любви дорогие мои сегодня у меня для вас очень интересная тема для обсуждения очень насущная очень актуальная и интересная для всех эта тема трудоустройства в турции и как открыть свое дело здесь дорогие мои мы только сегодня с вами будем разбирать эту тему не по теории не на теории а на практике я хочу познакомить вас с ребятами которые приехали в аланию приобрели недвижимость и открыли свой собственный бизнес какой бизнес производства мясных изделий это колбасы это сосиски это паштеты это сардельки а какие-то мясные изделия конечно же это наши мясные изделия которые колбасные которых не хватает вам здесь в турции слушайте запоминайте и пойдемте знакомиться с нашими хозяевам бизнеса добрый день здравствуйте знакомимся это дмитрий и ваш партнер ролан вы два человека правильно здесь заведете расскажите пожалуйста вашу историю нашим подписчикам концы очень интересно как приезжают сюда иностранцы как они могут организовать свой бизнес чем можно в принципе заниматься и давайте начнем с того как долго вы находитесь здесь но здесь находимся второй год так переехали летом собственно говоря не планировали заниматься этим сначала то есть хотели просто как жить зачем сюда едут люди отдыхать за море вот потом испытали дефицит продукции мясо колбаса вот это наши ничего этого нету попробовали местного производителя не понравилось начали пытаться делать это в домашних условиях как что свинина не используется ничего такого же нету нет есть но очень дорого да и начали делать сначала дома пробовали пробовали получается что-то появилась колбаса начали дали пробовать людям людям интересно стало и с течением готовились ко всему собирались думали 7 8 месяцев где-то ушло на все и решили открыть попробовать производство искали место требования очень здесь высокие то есть намного выше чем россии для открытия производства собственным путем идти было очень сложно так как иностранцы кто вам помогал помогать пытались многие то есть и организации какие люди обычные и турки и не турки но было все как говорится в мглой покрыто много организаций контролирующих и в итоге нам попался один человек который это путь прошел но по своим причинам не смог работать дальше и мы решили с ним встретиться встретились поговорили и решили купить у него готовы то есть мы говорим сейчас о производстве колбасных изделий чем вы сейчас занимались но производство было настроено на европейского покупателя и ну как бы все такого не было то есть копченой колбасы не было ничего не было было принято решение купить это все было куплено оформлено и обкатка оборудования переделка всех его начинаний под наши то есть использование технологий советских по гостам по российским стандартам его долгий путь к результату то есть сейчас есть а вы получается свою фирму открывали здесь ну здесь мы пытались открыть фирму открыть легко получить разрешение на производство тем более продуктов питания сложно языковой барьер знание законов правил кстати как вы справляетесь незнанием языка пытаемся получаете сколько по времени заняло скажем так старт старта вашего бизнеса с тех пор как вы его приобрели и уже когда пошла продажа от вашей продукции примерно около двух месяцев ушло на переоборудование переподготовку перенастройку до первого и как говорится колбасы потом ассортимент был маленький потом рос 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 что-то новое появляется постоянно у вас свой магазин здесь же магазин при производстве магазин при производстве и свой цех цех уже обязательно с вами посмотрим детально посмотрим всю продукцию которую вы производите что больше всего русскоговорящие покупатели спрашивают приобретают ну естественно колбасу копченой которая здесь не да она интересует интересует вареная колбаса интересует все что обычно привыкли кушать еще хотела спросить вас относительно документов то есть когда вы начинали или продолжали заниматься производством колбасных изделий была бы была ли сложность с документами то есть какие-то документы которые вам нужно было с родины привести или что-то здесь подтвердить или за постели рвать можете мне сказать относительно документации которая требовалась для этого бизнеса документация фактически была готова то есть это один из показателей почему вы приняли решение на покупку готового то есть документы лицензии разрешения все проверки все то есть было пройдено то есть вы поменяли собственников и продолжили работать зарегистрировав все это реально вы получается официальный директор официальный директор этой фирмы чтобы в турции работать официально то есть я не говорю о овладении бизнеса то есть нужно рабочая виза мы с вами помните проговаривали можете для наших подписчиков проговорить эту тему о том что нужно определенное количество турецких граждан чтобы оформить иностранцу рабочую визу чтобы подать и так как не получить возможность на визу подать на рабочую визу нужно официально устроить 5 граждан турции то есть платить страховку платить зарплату то есть обязательно документы подаются в анкару анкара рассматривает это все что у вас действительно все есть есть отчисления на страховку соц выплаты все это и тогда принимает решение получение разрешение на работы сколько это было по времени месяц меньше процесс еще не закончен еще не закончен то есть уже как бы согласование есть на факт о получении я видел у вас есть все русскоговорящие здесь работники это ваша семья или этот как просто до семья здесь они не работают здесь работают только граждан турции очень часто спрашивают наши подписчики относительно организации бизнеса по бухгалтерия то есть у вас же тоже есть официальный бухгалтер сколько например стоит его услуги как часто бухгалтерия здесь ведется не так как мы привыкли то есть иметь при себе бухгалтера это дорого и бухгалтер идет сторонняя организация которая следит за несколькими предприятиями и ведет их не налоговые отчисления оплата страховок и всего-всего то есть это ведет сторонняя организация специально для этого созданная за плата их не околеблется от 700 до полутора до двух тысяч лир 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 платится ежемесячно этот человек отчитывается перед всеми госорганами за всю свою за всю нашу деятельность кассовый аппарат и все остальное то есть насколько я поняла вы занимаетесь только своим магазинам до развозкой правильно как только когда мы начали интервью я телефонный звонок у вас был позвонила видимо клиентка и попросила доставку доставка доставка так что дорогие мои очень копченую колбасу если хотите звоните и заказывайте сверху вкусняшки ваши расскажите что у нас есть святыня хотелось бы поближе посмотреть пройдемте пройдемте Дмитрий скажите бывает ли такое что приходит покупатель и у него есть запрос на энную колбасу а у вас ее нет вы ее не производите рассматриваете ли вы эти предложения конечно рассматриваем то есть если повторится эта просьба какая-то особенная мы пытаемся ее выполнить что у нас есть святыня расскажите ассортимент наш вырос сначала производства и сейчас он у нас состоит из вареных и копченых изделий то есть вареные это у нас сосиски сосиски разного вида то есть куриные говяжьи куриные есть сыром без сыра мелкий помол крупный помол а это что сардельки посредине да сардельки шпикачки то есть и все исполняется и как бы по производствам производится из продуктов которые разрешены в Турции то есть свитина запрещена для производства обязательно спросят эта продукция халяль или нет да то есть все заменено на курицу и подобрали состав чтобы был схож с нашим а сардельки это говяжьи или куриные здесь идет сорок процентов говядины сорок процентов вот первый магазин где я вижу сардельки уже несколько магазинов мы снимали где есть в принципе продукты которые близки нам колбасные изделия но первый магазин где вижу такое изобилие и сардельки то есть сосиски есть для гриля на французский лад то есть это меркес это без использования лука чеснока французский есть на немецкий лад там используется и лук и чеснок то есть тоже для гриля пикантные красный перец острый вареные наши то есть обычный мелкий помол который варится в воде и с гарниром говяжий и с сыром без сыра давайте дальше что у нас есть дальше идет ветчина если так можно ее назвать но больше это рулет это вот это да то есть тут идет бедра куриные и куриная грудка с приправами больше ничего не добавляется копченая колбаса разных видов то есть все различается только в приправе какие у вас есть колбасы можете перечислить колбаса есть русская это как русская салями финская салями обычный сервелат казачья краковская охотничья рулет вот посмотрите рулет это куриный рулет как с крупными приправами перец все остальное то есть и вся продукция без добавления каких-либо стабилизаторов что ли красителей и тому подобное то есть ничего здесь не допускается то есть все сохранены госты советские но с изменением состава так как свинины запрошли так также паштет который нравится людям давайте сюда копченые грудки рулеты разные крылья то есть а вот это что такое крылышки копченые что больше всего покупают здесь на что больше всего есть все то есть смотря от человека для чего цель то есть либо самому поесть либо детям либо на пикник то есть в принципе берут все но русские допустим берут колбасу какую копченую копченую колбасу вот этот все виды берут немцы берут сосиски гриф которые крупные помол для детей берут говяжьи куриные так что все что предоставлено то есть все берут поэтому что-то вы планируете производить в ближайшем будущем на что есть запросы если у вас уже планы мясо кусковое с кого мясо да то есть говядина баранина ребра и как скоро нам это ждать вашей витрине ну это же да время нужно неделю две через две недели придем закупаться хотелось бы посмотреть ваш цех если вы позволите можем пройти посмотреть спасибо итак мы на месте мы в цеху расскажите какие у нас здесь есть комнаты производственные вот это что например комнаты все распределены по назначению и по порядку в зависимости от цикла то есть слева от нас это комната подготовки сырья после обвалки мяса попадает сюда перерабатывается сырье то есть это эмульсия либо колбасный фарш в этой комнате перерабатывается он на мясорубке мешается с приправами и забивается в оболочку в зависимости от вида продукции либо сосиски либо колбасы либо еще что то дальше переходит продукция забитая в оболочку подготовленная к дальнейшей процедуре наверное это варка копчение этот процесс проходит затем охлаждение вывешивание упаковка и холодильник готовой продукции цех каждый день работает каждый день каждый день работает то есть здесь придумано все так чтобы откуда пришло сырье мясо то есть оттуда и выходит готовая продукция специально все разделено отдельно комната для приправ отдельные комнаты для хранения для мяса проходные холодильники готовая неготовая продукция все разделено все по отдельности все чисто стерильно вкусно и недорого еще раз дмитрий приятно было познакомиться с вами очень приятно было находиться в вашем магазине смотреть ваш цех спасибо вам за полезную информацию хотите ли вы что-то пожелать нашим подписчикам естественно не бояться ничего если у вас есть планы то нужно их всегда придерживаться и честно говоря не слушать никого это мне кажется самое важное и пробовать пробовать делать кто не делает тот никогда не узнает что нужно как нужно и почему золотые слова удачи вам желаю желаю вам процветания чтобы бизнес становился больше и больше что у вас было больше и больше продукции и очень много заказчиков спасибо а вам дорогие мои тоже желаю удачи а также желаю вам смелости ничего не бойтесь как сказал дмитрий так смелость это у нас начало успехов всем вам хорошего дня финансового благополучия с вами была компания арбат холмс и татьяна пикер пока пока